Международные рождественские чтения проводятся в стране уже больше 30 лет. Это церковно-общественный форум, который объединяет сферы образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Региональные этапы проходят несколько недель во всех епархиях. Тема этого года – православие и отечественная культура, потери и приобретение минувшего, образ будущего. Образ будущего зависит от нас. Как бы скучно это, может быть, не звучало для кого-то, но без возвращения к подлинным христианским корням и истокам будущего у русской цивилизации нет. На ее месте возникнет какая-то другая – западная, восточная, безбожная или языческая. Но русская история, русская культура, русская нация на этом закончится, и на русской земле будет жить какой-то другой народ. Для того, чтобы этого не случилось, нам нужно не стесняться своих христианских корней и своего прошлого. В Ульянск приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. В своих выступлениях, которые будут проходить в течение следующей недели, они осветят разные точки зрения на исторические и культурные события. К примеру, главный редактор мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Александр Мясенков расскажет участникам образовательных чтений о неизвестных страницах русской истории. История становится супервостребованной, суперсовременной и очень проблемной вещью. И мы это наблюдаем везде и всюду, когда история переписывается, когда история переделывается. То есть вот эти вещи в истории, которые когда-то были закрыты, а потом они со временем открываются, они позволяют на многие вещи посмотреть совершенно по-другому. Понимаете? Мы же никогда не рассказывали, что какое количество монастырей было. У нас ни в одном учебнике нет в России. Какое количество монастырей было, чем они занимались. На пленарном заседании участников агостей поприветствовал губернатор Алексей Русских. Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма священнослужителям, кто трудится в сфере просвещения. А также напомнил, что рождественские чтения совпали со стартовавшей декадой отечественной истории. Очень хорошая возможность рассказать молодому поколению об историко-культурном и духовном наследии России как едином неразвимном процессе. Также я хочу сердечно поблагодарить всех, кто помогает воплощать в жизнь нашу главную национальную идею, основа которой – единство, беззаветная любовь к родине и незлюблемые моральные ценности. Впереди у участников обсуждение таких тем, как значение святынь в истории нашей страны и социокультурные истоки. Завершатся чтение 10 декабря. Анна Тещенко, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...